Привет, комрады! В этом обзоре речь пойдет о северокорейских баллистических ракетах КН-23 и КН-24, которые также получили обозначение Хвасонг-11 с разными индексами. Дело в том, что это их неофициальные названия. Таковы им присвоили в США для того, чтобы было понятней, о чем идет речь. Хотя как первая, так и вторая версия ракеты имеют еще свои подверсии, о которых я сегодня скажу. Как всегда в обзорах на северокорейскую военную технику, очень мало фото и видеоматериала, которые можно было бы вам показать. Будем использовать тот, который есть в открытом доступе, но его, к сожалению, немного. Перед началом не забывайте подписаться на канал и поставить лайк, это делает наш контент лучше. Let's burn! Северная Корея никогда не анонсирует информацию о начале создания того или иного оружия. Хотя бы потому, что оно у них производится постоянно. Особенно это касается баллистических ракет малого и большого радиуса действия. По оценкам, баллистические ракеты КН-23, 24 и 25 в Северной Корее начали разрабатывать одновременно и представили их тоже одновременно, на параде в 2018 году. Хотя первые испытания были начаты только в 2019 году. Про версию КН-25 сегодня рассказывать не буду. Она отличается как по способу применения, так и по компоновке от двух других. А вот версии КН-23 и КН-24 вполне можно перепутать друг с другом, потому что они имеют очень похожий вид, похожую компоновку, но отличаются по дальности полета. И та, и та версия получила обозначения Хвасонг-11, но различные подиндексы, которые им присваивали американские и южнокорейские представители, после того, как Северная Корея проводила испытания. К примеру, КН-23 может иметь обозначения Хвасонг-11GA, Хвасонг-11DA и Хвасонг-11RA, А вот КН-24 имеет обозначение Хвасонг-11NA. Ракету КН-23 называют Северокорейским Искандером. Это связано и с возможностями, и с внешним видом. А ракету КН-24 называют Северокорейской Атакамс. Такая аналогия связана с дальностью поражения целей, системой наведения и в целом предназначением. Что касается КН-25, то это что-то среднее между ракетой для реактивной системы залпового огня и хорошо знакомой баллистической ракетой. КН-23 и КН-24 летят по квази-баллистической траектории, чтобы можно было обойти и запутать средства ПРО противника, а КН-25 летит по баллистической траектории. Почему, если сравнивают КН-23 с Искандером, не называют, к примеру, весь комплекс ОТРК – оперативно-тактический ракетный комплекс КН-23? Одной из причин является возможность запускать ракеты не только с колесного шасси, со всеми элементами управления, а также с гусеничного шасси, с подводных лодок, с пусковых установок на поездах и с других пусковых установок, которые размещаются стационарно. В целом, как показали испытания, ракету можно запускать с самых разных пусковых установок, как наземного, так и морского базирования. И это одна из задач, которая была поставлена в Северной Корее перед двумя версиями – дать возможность запускать ракеты с разных платформ. Теперь давайте по порядку. В 2018 году на параде все три версии были представлены. Ракеты КН-23 и КН-24 размещались на колесном шасси с колесной формулой 8х8, и на каждом шасси было по две ракеты. Тут же увидели сходство с Искандером и принялись думать – это закупленный у России Искандер или что-то свое. Позже, в 2019 году, когда начали испытывать эти две ракеты, стало очевидным по кадрам, что это адаптированный Искандер под нужды Северной Кореи. Но отличия заключаются в ракетном двигателе, размере ракеты и массе боевой части, что влечет к изменению дальности полета. США вместе с Южной Кореей дали этим ракетам названия КН-23 и КН-24 и также Хвасонг-11. Но судя по обозначениям Северной Кореи, которые удалось найти, ракета КН-23 также там называется 19-1СРБМ, или же в переводе также именуется как северокорейская версия ракеты Искандер. Если же в обзорах на те же Хвасонг-17 и Хвасонг-13 я говорил, что эти ракеты по своим возможностям создавались, чтобы угрожать США, и которые на бумаге способны были долететь до Вашингтона. А вот эти две ракеты по своим возможностям предназначены в первую очередь, чтобы потенциально уничтожать любые военные или гражданские объекты, включая аэродромы, порты и прочие объекты на всей территории Южной Кореи. До США эти ракеты не долетят. А вот до самой южной точки Южнокорейской Республики вполне могут. И это была главная цель разработки этих ракет. Как заявили представители Северной Кореи, угроза растет. А значит, надо увеличивать свою военную мощь, чтобы и США, и южные соседи видели, что с ними шутки плохи. Сейчас говорим про КН-23, она же Хвасонг-11GA. Несколько испытаний было проведено в 2019 году. Запуски ракеты осуществлялись с колесного полноприводного шасси с колесной формулой 8х8, которая очень похожа на МЗКТ-70 3930. Шасси, которое используется для Искандера. Но отмечают, что оно было модифицировано. Предположительно, шасси было поставлено в Северную Корею из Китая. Вообще стало очевидным, что ракета имеет достаточно как китайских, так и российских компонентов, а также ряд американских элементов. Данное шасси оснащено дизельным двигателем мощностью в 500 лошадиных сил и способно развивать максимальную скорость до 70 км в час. В длину шасси 13 метров, в ширину 3,5 метра и в высоту также 3,5 метра. Вес всего комплекса составляет порядка 40 тонн. Экипаж – 3 человека. На шасси размещаются две ракеты КН-23. И в ходе первого испытания, проведенного в 2019 году, ракета преодолела расстояние в 240 км, поднявшись на максимальную высоту в 60 км. В ходе последующих двух испытаний в том же году, максимальная высота полета составила 48 км, а дальность во второй раз составила 420 км, а в третий раз – 270 км. Скорость полета ракеты составила 6,1 маха, что в пересчете примерно составляет 7470 км в час. В том же году в Корее было официально объявлено, что завершились испытания новой баллистической ракеты с максимальной дальностью поражения целей до 500 км. Хотя наиболее вероятно, что максимальная дальность полета этой версии не превышает 450 км. И вот тут еще стоит уточнить, что американцы предполагают, что в ходе этих испытаний северокорейцы экспериментировали с компоновкой ракеты. В ходе второго испытания была уменьшена боевая часть, но увеличен ракетный двигатель, за счет чего ракета могла лететь на большее расстояние. В третьем испытании наоборот – добавили массу боевой части, но уменьшили двигатель. Поэтому еще и этой ракете дали такие обозначения, как КН-23.2 или Хвасонг-11РА. Приведу примерные параметры ракеты КН-23, потому что в ходе дальнейших испытаний стало очевидным, что размеры и возможности ракеты были изменены. Длина ракеты составляет 7,3 метра. Диаметр составляет в пределах от 90 см до 1 метра. Масса составляет 3415 кг. Масса боевой части может колебаться от 400 до 500 кг. Может нести различные боевые части, вплоть до ядерной. Это одноступенчатая ракета, оснащенная твердотопливным ракетным двигателем. Для наведения ракеты на цели и для того, чтобы можно было обеспечить полет по квазибаллистической траектории с маневрированием и, так сказать, запутыванием радаров средств противоракетной обороны противника, оснастили ее GPS-приемником и инерциальной навигационной системой. И что еще тут характерно? Корректировка полета ракеты может осуществляться при помощи как российской спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, аналогичной китайской спутниковой системой навигации Бэйду и европейской спутниковой навигационной системой Галилео. Это позволяет ракете неплохо маневрировать на различных участках полета. Почему еще было важно дать этим ракетам такие возможности? Потому что северокорейцы знали, что США размещают свой противоракетный комплекс СААД в Южной Корее. И надо было разработать ракету, которая бы впоследствии могла запутать радар этого комплекса. Я говорил в одном из новостных выпусков, что в США сейчас обеспокоены, что эти системы не на достаточном уровне готовности, чтобы в случае чего обеспечить защиту самой территории США, если Северная Корея задумает запустить по ним все свои баллистические ракеты большого радиуса действия. Тем более этот комплекс не сможет в должной степени защитить и Южную Корею. Но при этом США также понимают, что у Северной Кореи есть свои проблемы с двигателями для своих ракет большого радиуса действия. Они все никак не долетают на нужное расстояние, чтобы стать реальной угрозой для США. Особенно это касается двухступенчатых ракет. Про этот аспект я еще чуть позже скажу. Насчет точности этих ракет. КВО ракеты как КН-23, так и КН-24 составляет в пределах 35 метров. Что касается ракеты КН-24, испытания которой также проводились в 2019 году. Обе эти ракеты выполнены в традиционной для Искандера цветовой палитре оливкового цвета и могут быть выполнены в более традиционном для баллистических ракет Северной Кореи цвете – бело-черном. В ходе первых испытаний КН-24 поднялась в воздух на 97 км и преодолела 380 км. Скорость полета у нее выше, чем у КН-23. Этот показатель составляет 6,5 маха, что в пересчете почти 8000 км в час. В длину ракета 5,7 метра. Диаметр порядка 1 метра. Масса меньше, чем у 23-й версии – 2900 кг, хотя масса боевой части осталась такой же. Обе ракеты имеют характерный носовой обтекатель и стабилизаторы хвостовой части. В 2020 году испытания ракет продолжились, потому что Северная Корея экспериментировала как с пусковыми установками, так и с компоновкой боевой части и двигателя. На параде в том же году показывают КН-23, размещенные на гусеничном шасси. Обе ракеты активно испытывают. Стало очевидным, что их сделали длиннее и больше в диаметре за счет установки нового двигателя и новой боевой части. В ходе первых двух испытаний в том году КН-23 смогла подняться воздух на 50 км и в первый раз пролетело 430 км, а вот во второй раз – 690 км. Также смотрели, насколько хорошо работает навигационная система и насколько хорошо ракета маневрирует на всем участке полета. Следующее значимое испытание состоялось в 2021 году, где была представлена еще более улучшенная ракета. Этой версии ракеты дали обозначение Хвасонг-11ДА. Длина ее уже составила 9,8 метра и диаметр 1,1 метра. В ходе испытаний ракета снова преодолела расстояние в 600 км, при высоте полета в 50 км. Вес ракеты стал значительно больше. Отмечается, что в этой версии ракета уже может оснащаться боевой частью весом до 1500 кг. И в том же году провели запуски этой ракеты с подводной лодки. Также с подводных лодок проводили запуски КН-23 и в 2022 году. И в том же году представили обновленную ракету КН-23, которая стала длиннее и больше в диаметре. Это уже позволяет ракете лететь на расстояние порядка 690-700 км, при той же массе боевой части, что и прошлая версия. Но тут появляется еще одна опция запуска ракеты. В том же году был произведен пуск с пусковой установки, установленной на поезде. Эта версия ракеты при таком запуске смогла преодолеть расстояние 800 км. И тут есть спорный момент. Одни утверждают, что это запускали КН-23. Другие же, что это запускали КН-24. В том же году была представлена еще одна уменьшенная версия ракеты КН-23, которые дали обозначение Хвасонг-11РА. Ракета по всем параметрам стала меньше. При проведении испытаний она поднялась в воздух на 25 км и пролетела 110 км. В 2023 году в Северной Корее была представлена ядерная боеголовка и было объявлено, что ее носителем может стать Хвасонг-11, обе версии этой ракеты. И стоит вернуться в 2022 год, потому что в тот год были проведены испытания также увеличенной ракеты КН-24. Хотя снова-таки, по той причине, что визуально они очень похожи, их вполне можно перепутать. Но по тем заявленным характеристикам, что давали на 24-ю версию, это была скорее всего она. Был совершен пуск ракеты, которая смогла подняться в воздух на 50 км и пролететь расстояние порядка 900 км. Да, сегодня кто-то говорит, что ракета КН-23 или КН-24 может поражать цели на расстоянии до 1000 км. Но из тех испытаний, что провели в Северной Корее, самое большое расстояние, которое преодолевала она, составляет немногим более 900 км. При высоте полета в пределах от 50 до 60 км. Отмечается, что на сегодня ракеты КН-23 и КН-24 Северная Корея передала России. И российская сторона применяет их в ходе военного конфликта между Россией и Украиной. На момент создания этого ролика достоверного подтверждения этому факту нет. Но как украинская сторона, так и американская сторона предположили, что это были именно северокорейские ракеты. И если это так, то северокорейская сторона от этого может получить сразу несколько выгод. Уберу тут политическую составляющую, а оставлю только военную. Этот шаг может принести Пхеньяну такие же преимущества, как та же передача систем Патриот Украине. Северная Корея сможет, во-первых, показать, как Южной Корее, так и США, что их баллистические ракеты – это не просто болванки для испытаний, а действующие ракеты, которые работают, которые летальны и которые в военное время эффективны. Это лишний раз должно, по мнению Пхеньяна, навести шороху в их регионе и заставить США поволноваться. Второй положительный аспект заключается в том, что можно будет посмотреть, насколько действительно они эффективны в ходе боевого применения, как работает двигатель, насколько эффективна боевая часть и как работает система наведения. Третий аспект, который может положительно сказаться на баллистических ракетах большой дальности, которые создает Северная Корея – это Россия и местные инженеры, которые могут помочь довести их до ума. Если не деньги в обмен на оружие, то технологии. В обзоре на Хвасонг-17 я говорил об этих проблемах. Ссылка на обзор будет в описании, кто не видел. Илон Маск, который является руководителем проекта SpaceX, в одном из своих интервью сам сказал, что американский гигант Lockheed Martin до сих пор в своих космических программах для космических кораблей использует советские ракетные двигатели, которые остаются очень качественными и эффективными. Это к вопросу, насколько сейчас резонно разрабатывать свои подобные двигатели. Да, их сегодня разрабатывают в США, но если есть что-то проверенное годами и эффективное, зачем лишний раз изобретать велосипед? Учитывая, что Россия имеет эти технологии и возможности, что касается ракетных двигателей, не исключено, что в рамках этого соглашения может Пхеньян хотя бы некоторые из своих ракет большого радиуса действия довести до боевой готовности. И, к примеру, запустить по Аляске, чтобы показать США, что вот у нас все уже практически готово. И скоро мы все наши баллистические ракеты запустим по Вашингтону. Что ж, это были ракеты КН-23 и КН-24. Уверен, видео для вас было интересным и познавательным. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. На этом у меня все. Мирного вам неба. Пока.